В конце фильма «Бедная богатая девушка» есть эпизод, который на первый взгляд портит всю идею фильма. Это эпизод, в котором героиня Шарли Стерон выбрасывает в мусорное ведро толстовку парня, которого любила, ещё и придавливает сверху ногой. Лично мне вначале показалось, что этот момент портит всю задумку фильма, которая заключается в том, повзрослеет главная героиня в конце фильма или нет. Всё остальное, кроме эпизода с выбрасыванием толстовки, говорит о том, что героиня не повзрослела. Ведь выбрасывание вещи символизирует то, что героиня выбрасывает этого человека из своей жизни и двигается дальше. Это тот поступок, который она не могла совершить весь фильм из-за своей незрелости, а в конце всё-таки совершила. Однако всё остальное, что происходит в финале фильма, говорит наоборот о том, что она осталась таким же подростком, незрелым человеком в душе, таким, каким и была в начале истории. Так зачем же тогда режиссёр показывает этот эпизод? Вот объясняя эту нестыковку, я объясню, о чём фильм в целом. Ну, разумеется, для тех, кому фильм понравился, но не было понятно, в чём задумка фильма. Это не понять без Ванги и цыган, так что для начала нужно объяснить, что же за человек перед нами. Мэйвис приезжает в город, в котором выросла, потому что узнаёт, что у её школьной любви родился первый ребёнок. Она хочет увезти мужчину из семьи. Когда она только приезжает в город, она приходит в бар. Здесь нужно сразу задать вопрос, зачем режиссёр отправляет её в бар? Раньше нам показывали, что в такие общественные заведения она приходит исключительно, чтобы познакомиться с мужчиной на одну ночь. Но в город своей юности она приезжает за совершенно определённым мужчиной. Соответственно, теперь в баре она не за мужчиной. Тогда зачем? Дело в том, что при всём презрении, которое она испытывает почти ко всем людям, ей нужно общество. Ей нужно быть среди людей. Она всё равно никого не подпустит к себе близко. Однако присутствие среди людей ей, судя по всему, необходимо. Об этом говорит то, что она постоянно ко всем прислушивается, смотрит на всех украдкой, даже немного томится без общения. Она очень тщательно готовится перед каждым выходом на люди. Этому уделено довольно много времени в фильме. Далее у неё начинается общение с Мэттом Фрихофом. Он учился с ней лет 15 назад в одной школе в параллельном классе. Он очень дружелюбен и деликатен. Но она неохотно и опасливо общается с ним. Ровно до того момента, когда вдруг увидела, что он калека. Вот с этого момента у них начинается полноценное общение и даже определённая химия. Почему? Мэйвис эффектная женщина. К ней явно в этот вечер подошли бы и другие мужчины, чтобы познакомиться. Почему? Нам сразу показывают, что разговориться она могла только с Мэттом. Ну и становится понятно, что это из-за того, что он калека. Из-за этого она, во-первых, не чувствует от него опасности, как от других. А во-вторых, она и себя ощущает в определённом смысле калекой. Потому что, как мы узнаем дальше, у неё случилась серьёзная драма примерно тогда же, когда покалечили и его. Она в том же периоде своей жизни потеряла ребёнка во время беременности. И теперь, скорее всего, чувствует и себя калекой. Потому что, как минимум из-за этого, судя по всему, закончились её отношения с любовью всей её жизни к Бадди. Она видит в Мэте родственную душу. Персонаж Мэта очень важен для сюжета. И, помимо прочего, он введён для того, чтобы дать понять зрителю, что весь нарциссизм и презрение Мэйвис ко всем людям основаны не на том, что она реально думает, что она лучше других, а на том, что она считает, что она сильно хуже других. Она считает себя калекой. Из-за этого у неё включается защитная реакция, и она пассивно-агрессивна буквально ко всем. Но даже к Мэтту у неё нет никаких чувств. Ей просто комфортно с ним. Но даже его она не считает за человека. Об этом говорит то, что она груба с ним. И то, что погулять с ним она идёт в лес. Хотя, во-первых, Мэтту сложно ходить по лесу из-за того, что он на костылях. И, во-вторых, его как раз в этом лесу и покалечили. Но ей это по барабану. Из людей в её жизни существует только она и Бадди. Её школьная любовь. Потом происходят все события фильма, которые достаточно понятные, красноречивые и, в общем-то, не нуждаются в пояснении. Мэйвис открывается Бадди о том, что хочет забрать его у жены и ребёнка. Он отвергает её. У неё случается сцена, в которой она с психу открывает свои намерения вообще всем. Затем она, побеждённая и униженная, уходит к Мэтту и просит его утешить её. В этот момент происходит перелом её характера. Из психологии мы знаем, что человек меняется крайне редко. Это, как правило, происходит тогда, когда он попадает в невыносимые условия. И жить с прежними установками ему становится максимально тяжело. Вот как раз такие благословенные события и происходят сейчас с Мэйвис. Она понимает, что ей просто необходимо измениться. Но на её несчастье в этот момент рядом с ней оказывается вредитель. Сандра, сестра Мэтта. Сандра говорит о том, что Мэйвис не надо меняться, что Мэйвис охерительная, что это все вокруг говно. И что не важно, что думают окружающие, потому что они, по сравнению с Мэйвис, никто. И ничего не произойдёт, если все эти люди даже умрут. Ничего не изменится. Это самое плохое, что может услышать человек в тот момент, когда готов меняться. Его убеждают в том, что меняться не надо. Всё и так хорошо. Незрелая и инфантильная сторона Мэйвис только это и хотела услышать, чтобы откатиться назад. Потому что это не потребует усилий. Это не заставит улучшать свою жизнь и изменяться. Сандра, по сути, делает невыносимые условия, в которые Мэйвис сама себя привела, довольно комфортными. Объясняя эти невыносимые условия не тем, что Мэйвис сама себя в них вергнула, а тем, что это другие виноваты в том, что Мэйвис душою застряла в школьных годах. Сандра передаёт свою злость на людей Мэйвис. И Мэйвис, которая до речи с Сандрой под натиском изменяющих сознания событий, даже уже начала становиться добрее и чутьче, после речи Сандры проявляет прежнюю надменность уже прямо сразу к самой Сандре. Минуту назад Мэйвис впервые за фильм была везлива и даже предлагала помощь Сандре. Потом Сандра выкатила свою речь, сказала, что в этом городе все говно, а когда сразу после этого Сандра попросила забрать её с собой, Мэйвис сразу сказала ей, что тебе здесь и место, среди говна. Пусть это и было подано с американской двусмысленной вежливостью. Режиссёр в комментариях к фильму говорит, что эту сцену он хотел сделать последней, но потом всё-таки решил добавить разгружечных сценок, дополняющих сюжет, но ничего нового не рассказывающих. Это меня смутило ещё больше, потому что потом как раз и происходит та сцена, в которой Мэйвис выбрасывает толстовку Бадди. Сцена, которая рушит весь фильм. Выбрасывание толстовки – это серьёзный шаг. Это закрытие гестальта. Закрытие вопроса, который ты долго не мог закрыть и который мучил тебя. Это удаление из своей жизни неправильного, вредящего тебе механизма. Для этого нужно быть сильным и зрелым человеком. Но Мэйвис ведь к концу фильма как раз уже не такая. Она снова откатилась к незрелости. И я уже начал думать, что это просто режиссёрская ошибка, упущение. Но дело в том, что такие ошибки делают лишь средние и слабые режиссёры. А крепкие и самобытные режиссёры никогда ничего не вставляют в фильм лишнего. Если бы Джейсон Рейтман был посредственным режиссёром, я бы даже не задумался над эпизодом с толстовкой. Ну, обычная ошибка бестолкового режиссёра. Но фильмография режиссёра Рейтмана говорит о том, что это один из самых умных на данный момент режиссёров. Короче, я начал разбираться и понял, что Мэйвис придавливает ногой толстовку в ведре не просто так. Дело в том, что охерительная, эго-подъёмная речь Сандры, во-первых, раздуло и так раздутое эго Мэйвис ещё сильнее. Во-вторых, Сандра как бы сказала, что если все эти никчёмные люди умрут, то ничего не изменится. Настолько они все незначительны по сравнению с Мэйвис. Только теперь Мэйвис и Бадди записал об этих никчёмных пустых людей, потому что он её отверг. И теперь и он представляет для неё опасность. Потому что обидел её. И теперь ей нужно включить защитный механизм и по отношению к нему тоже. Если раньше людьми она считала только себя и его, то теперь она его не считает за человека и просто выбрасывает его из своей жизни и придавливает сверху ногой. Это не закрытие гештальта. Это убегание от невыносимых условий, которые создал этот гештальт. Но ввиду того, что сам гештальт она никуда не выкинула, она будет попадать в такие же невыносимые условия вплоть до того момента, пока всё-таки не решится измениться.